Мы всегда очень любим выступать вместе с вами. Мы ничего не понимаем из того, что вы говорите. Но слушать интересно, чувствуется, что это всё так круто. Особенно название у вас такое интересное. Короче, мы не хотим задерживать долго вашего внимания. Мы хотим просто рассказать о том, какие обновления у нас произошли в учебном центре. Вот этот год, он в принципе перевернул всё в нашем мире, как мы все понимаем, да, потому что мы все перешли в удалённое обучение. И, в общем, некоторые новинки, которые у нас появились в связи с этим тоже, может быть, будут интересны вашей аудитории. Потому что я не знаю, как учился Вадим Климов, но, может быть, когда-нибудь он учился в учебном центре? У меня вот такой вопрос возник. Вадим работал внутри SAP, поэтому он там как ни тот другой знает, как устроено обучение в SAP. Да, поэтому я хочу передать слово Сергею Верхорубову. Сергей расскажет немножко о том, как у нас в этом году, что изменилось. Мы не будем рассказывать вам какие-то прописные истины, мы просто немножко расскажем о наших новинках. Серёж, тебе слово. Коллеги, добрый день. Надеюсь, что меня видно и слышно. Позвольте представить. Меня зовут Сергей Верхорубов. Мы вместе с Геной Третьяковой занимаемся вопросами оказания услуг по обучению в компании SAP S&G. Мы сегодня хотели чуть-чуть подольше, честно говоря, рассказать вам, но поскольку реально история Вадима мне показалась очень интересной, я не могу сказать, что я много понял, но кое-что понял. Поэтому мы чуть-чуть сократим нашу программу и постараемся обойтись максимально без каких-либо маркетинговых историй. Только то, что у нас сейчас поменялось и что может быть для вас интересным. Давайте начнём. Так. Это наше краткое сегодняшнее содержание. Обязательно презентацию эту мы вам передадим, чтобы вы могли с ней ознакомиться в офлайне, если у вас не такое желание, и, соответственно, задать нам вопросы. Итак, что у нас в целом, почему обучение важно? Ровно потому, что оно помогает вашим коллегам, вашим пользователям, вашим работодателям жить спокойно и уверенно в рамках использования ваших IT-систем. Про цифрам проходиться не будем, это вы всё можете посмотреть сами. Здесь у нас представлено портфолио наших услуг и сервисов в части обучения. Мы сегодня поговорим про вот эту вот часть, оранжево-зелёную, чуть более подробно. Безусловно, у нас есть и консалтинг, но мы бы хотели поговорить именно про обучение персонала. Здесь кратко видна схема того, где наши сервисы по обучению могут быть применены в рамках жизненного цикла проекта. Если вам это будет интересно, вы сможете чуть детальнее ознакомиться. Итак, форматы обучения. Какие у нас сейчас есть форматы, я думаю, что вы в целом во многом знаете уже. При этом у нас появились некоторые новые опции. По классическому обучению в нашем учебном центре у нас появилась опция половина дня. Что это значит? Это значит, что в течение дня наш тренер читает один и тот же материал дважды. Каждый раз он читает его по четыре часа. Соответственно, вы можете выбрать для себя вариант, когда вы приходите в начале дня и тратите четыре часа с начала дня, потом занимаетесь работой, вы можете отрабатывать какие-то практические навыки в рамках семинара. Соответственно, придя на следующий день, вы задаете вопрос тренеру, он на них вам отвечает. Значит, эта опция давно запрашивалась нашими клиентами, и мы, в общем-то, решили пойти на встречу, особенно учитывая историю с пандемией, что все сейчас очень сильно нагружены в связи с удаленной работой. Сергей, я немножко тебя поправлю, ладно? Конечно. Значит, вот тот сценарий, о котором рассказал Сергей, это хороший сценарий для, например, людей, которые занимаются поддержкой. То есть, в принципе, опция полдня, она такова, что тренер рассказывает полдня. Полдня вы занимаетесь, ну, то есть в учебном центре, и потом вы можете в системе делать все, что хотите, если у вас есть на это время. А на следующий день спросить в полдня, опять же, у тренера то, что вы хотите. То есть, если семинар пятидневный, то он превращается в две недели, но при этом получается достаточно удобно, что у вас есть возможность самим потренироваться в системе. Почему хорошо для поддержки? Потому что очень часто нам задавали вопрос, как быть с поддержкой. Очень часто не может поддержка отвлечься на целый день. И, например, есть люди, которые могли бы заниматься первые полдня, а другие люди вторые полдня. Тогда просто мы используем этого тренера, например, дважды. То есть, он проводит там для первой части людей, там первую половину для, для второй части, вторую половину дня. То есть, это просто уже такой сценарий. Соответственно, у нас есть варианты с обычными открытыми семинарами в нашем учебном центре. Как вы видите, они в основном для консультантов, для индивидуальных консультантов, для IT-специалистов. И есть так называемые академии. Это для сотрудников-партнеров, консультантов-партнеров или же клиентских центров в компетенции. Академия несколько отличается от обычного семинара, потому что она включает в себя последовательность обучения по определенной теме. Понятно, что опции в части участия. Есть у нас открытые графики по плановым датам. Плюс дополнительная история с так называемыми опциями «Бежим втроем», когда мы собираем, условно говоря, троих человек для проведения одного семинара. И в этом случае вы можете назначить дату, удобную вам для проведения. Давайте перейдем дальше. Сереж, я буду немножко добавлять. Кстати, и дату, и тренера. Почему это тоже удобно? Потому что мы можем выбрать того тренера, которого хочет какая-то определенная компания, или того тренера, который лучше знает специфику, допустим, какую-то, которая необходима. Спасибо, ГНМ. Для клиентов, у которых есть большие программы обучения, мы можем проводить семинары в корпоративном формате. Мы можем делать это либо очно у нас в учебном центре, либо на вашей площадке, либо можем делать удаленно в SAP Life Class. Сейчас расскажу об этом чуть дальше. Или же, так называемый, гибридный формат, когда часть людей, предположим, московские сотрудники сидят у нас в офисе, в учебном центре, а коллеги из регионов подключаются удаленно. Это позволяет сэкономить на командировках, которых сейчас практически нет, и, соответственно, получить тот же результат в части обучения. Понятно, что вы можете согласовать те сроки, которые вам нужны, и мы можем, в чем плюс большой, адаптировать под вас учебный контент, который будет проводиться в рамках этих семинаров. Плюс у нас есть история с так называемыми семинарами с элементами геймификации или бизнес-играми. О них мы тоже можем поговорить, если будет вдруг такая возможность. Итак, что такое SAP Life Class? Это удаленная система участия в наших семинарах, доступ к системам обучения SAP с вашего компьютера. В основном мы используем для удаленного обучения Zoom. Он показал себя, по нашему опыту, очень хорошо в рамках пандемии. У нас было большое количество семинаров, которые мы проводили удаленно. У клиентов, безусловно, был скептицизм по использованию инструмента. Однако же он показал себя очень и очень продуктивным. Также у нас для коллаборации есть история с использованием Mural, где мы можем совместно с участниками семинара и с тренером обмениваться идеями, что-то там зарисовывать и так далее. А вот здесь будет ссылка на видеоролик о том, что это такое. При этом, как вы понимаете, вы проходите доступ с теми же системами SAP, как и в учебном центре. Те же самые тренера-эксперты наши и тот же самый учебный материал, который вы получаете у нас в классе, вы получите его просто в электронном виде. Разница только в том, что вы сидите у себя на рабочем месте или же дома, соответственно, чувствуете себя, может быть, чуть более расслабленным. Я немножко добавлю про Mural. Вот когда у нас был семинар, мы проводили для Сургутнефтегаза по интерфейсам Фиори, по разработкам интерфейсов. И вот как раз этот инструмент использовали наши коллеги, эксперты, потому что было очень удобно с командой вместе взаимодействовать и показывать вот это вот все. То есть именно инструмент коллаборации, когда можно бизнес-процессы расписать, какие-то шевроны, шаблоны сделать, это все делалось совместно. То есть это, в общем, получается достаточно удобно, если научиться этим пользоваться. В удаленном обучении это получается достаточно удобно. Коллеги, я упоминал чуть ранее опцию «Бежим втроем». У нас есть новость. Что это такое? Соответственно, от вашей компании находятся три человека. Мы предлагаем даты, исходя из ваших задач и потребностей, и календарных ограничений. Соответственно, если у вас есть втроем, то семинар точно состоится, отмены не будет. И сейчас у нас есть опция, интересная опция, которая появилась, если я не ошибаюсь, до конца этого года. Гейна, поправь меня. Так, мы бежим четвером по цене трех участников. То есть по факту, если у вас есть три участника уже, то вы можете взять с собой четвертого бесплатно. Ну, что, наверное, равноценно скидке в 25%. Поэтому, если вы захотите, просто выберите семинар из нашего расписания, напишите нам на educationrush.sab.com и мы будем обсуждать с вами те даты, которые вам удобны. Обращаю внимание, что если у вас больше четырех, условно говоря, там, шесть, восемь и так далее, эта история кратная, поэтому каждые три приносят одного бесплатно. Так, касательно самостоятельного обучения, которое стало, на мой взгляд, одним из актуальнейших в рамках прошедшего года, наверное. У нас есть две истории. Это SAP Learning Hub и SAP Live Access. Я думаю, что многим из вас известно, что такое SAP Learning Hub. Я просто коротко напомню для тех, кто, может быть, не в курсе. Learning Hub – это наша база знаний с образовательным контентом. На текущий момент там в версии Professional Edition порядка 8 тысяч курсов в различных форматах. Есть определенные, так называемые, learning journeys или готовые треки по обучению консультантов и специалистов различных функциональных и технологических направлений. Есть учебные комнаты с нашими экспертами, где можно пообщаться вживую, задать вопрос, получить ответ. И есть история с доступом к системам SAP Live Access. Что это такое? Это доступ к тренинговым системам с преднастроенным обучающим контентом, где вы можете практиковать те навыки, о которых у вас в семинарах SAP Learning Hub идет речь. То есть, если у вас там есть упражнения, вы можете сделать эти упражнения, используя системы SAP Live Access. Ну и для клиентов, у которых большие центры компетенции, мы всегда рекомендуем использовать опцию так называемую Private Cloud, когда функциональность SAP Learning Hub подстраивается под наших клиентов. Здесь вот есть особенности, потом сможете с ними ознакомиться, если это будет вам интересно. Ну и в SAP Live Access сейчас порядка 500 таких систем. Есть некоторые особенности. Каждый доступ предполагает работу в течение 30 дней в общем общей длительностью 20 астрономических часов. То есть, если вы сегодня сделали какое-то упражнение, потратили там 1 час 3 минуты, то вам достаточно нажать кнопку паузы в системе, выйти из системы, и, соответственно, вернувшись на следующий день, вы сможете продолжить это, и учет времени не будет остановлен до того момента, пока вы не нажмете паузу. Это важная особенность, потому что у меня был один клиент, который забыл об этом, и фактически за 2 дня потратил весь месячный запас. Итак, есть еще история, так называемая SAP Blended Learning Academy. Это обучение по определенным темам, которое несет в себе очный и дистанционный формат. То есть, у нас есть 2 очные сессии с тренером. Вот здесь вот. Также вы получаете доступ в SAP Learning Hub на срок действия SAP Blended Academy. Плюс у вас есть возможность практиковать ваши навыки в этих учебных системах, supply access, о котором я говорил. Также вы можете удаленно задавать вопросы тренеру, получать от него ответы, и есть доступ к учебной комнате. Соответственно, после этого вы можете спокойно сертифицироваться, что, кстати, входит в стоимость в пакет SAP Blended Academy. И эти замечательные академии у нас есть по некоторым основным направлениям. Это интеграция в ERP или в SAP S4HANA, переход с SAP ERP на SAP S4HANA. Ну и, естественно, базовые какие-то обучения по ERP, ABAP или S4HANA. Здесь вот будет ссылка. Я сейчас не буду ее открывать, чтобы не тратить время. Вы сможете с ней ознакомиться, если у вас возникнут такие вопросы. Также у нас есть история с практикумами. Понятно, что в наших семинарах достаточно большое количество теоретических знаний. И для специалистов, которые давно работают в SAP, эти теоретические знания давно знакомы. Поэтому для людей, которые являются опытными консультантами, бизнес-пользователями, мы сделали так называемые SAP Hands-On. Это практически 90% практики. Это может быть очень дистанционный формат. Это практически упражнения под руководством тренера. Соответственно, их здесь есть несколько. Вот у нас расписание того, что есть на текущий момент. Соответственно, если вы уже знаете теорию, то вы можете попрактиковать ваше знание в удаленном формате или в очном формате по этим направлениям. Сертификация. Очень важная вещь для многих. Сейчас у нас есть новости с сертификацией. У нас появилась ситуация, что подтвержденная сертификация может быть видна прямо сразу через платформу Acclaim. Вы, соответственно, сдавая сертификацию, можете занести информацию о ней в Acclaim. И оттуда вы можете поделиться со своими коллегами, со своим работодателем, так называемыми цифровыми беджами. Вот такого типа. Есть история с сдачей сертификации в учебном центре, в плановые даты, которые предполагают под собой одну попытку по сертификации. Либо же облачная сертификация это 6 попыток сдачи экзамена в течение 12 месяцев. Возможность сдать экзамен по одной либо по 6 темам. На каждую из тем дается не более 3 попыток сдачи. Соответственно, в неудачном случае вы можете получить 2 сертификации за год, в удачном 6. И когда мы говорили с вами о вопросах перехода на SAP S4HANA, я бы хотел обратить ваше внимание на новый семинар, который у нас планируется к проведению 29 сентября. Это семинар о том, как спланировать переход на SAP S4HANA. Вот его я бы хотел, наверное, все-таки показать, если у меня это получится в рамках нашей сессии. Он однодневный. И, соответственно, вот здесь программа семинара. Возможно, тем из вас, у кого в компании планируется переход в ближайшее время или в целом вы просто интересуетесь этим вопросом, он будет полезен. Обращаю внимание, что у нас будет 29 сентября и проводить его будет Ильдар Акмеров. Я немножко опять же скажу о том, какие еще у нас есть новости. У нас теперь для всех абсолютно российских наших участников семинаров доступны две опции. Вы можете учиться на наших семинарах, на российских, и можете учиться на глобальных семинарах. Вот на примере как раз вот этого семинара ВСФУХАТ, если мы пройдем по ссылке, мы можем увидеть, что есть такая опция. Вот, Сергей, если ты покажешь, что тут есть несколько опций. Вот 25 сентября будет проходить глобальный семинар на английском языке. Его будут проводить немцы, это их семинар глобальный. Мы у них его взяли и локализовали. То есть вы можете слушать семинары всех стран на английском языке. Это новое, чего раньше у нас не было. То есть любой человек из любой страны может слушать наши семинары, а мы можем присоединяться к любым семинарам во всех других странах. Стоимость от этого не меняется. То есть вот мы можем послушать на английском языке 25 сентября семинар, или можем зарегистрироваться на наш российский, который мы локализовали, его будет проводить Эльдар. Вот. То же самое, вот, например, Казахстан, он может там тоже провести семинар, и его слушатели могут присоединиться. И тут даже, вот видите, валюта, это получается казахские деньги. Ну, то есть, в общем, это тоже такая вот новинка, и я считаю, что это очень полезно для нас всех. Опция такая. Спасибо, ГРНД. Действительно, очень интересная ситуация, потому что есть клиенты в странах СНГ, которым в текущий момент уже более актуальным является английская версия семинара. Ну, дальше у нас идут конкретные примеры по внедрению продуктов в SAP S4HANA. Да, это наши семинары. Все из них кликабельные, соответственно, вы сможете посмотреть о том, что это за семинары у нас на сайте с детальным описанием. Вот. Ну, и здесь у нас в целом список наших ресурсов по обучению. Это список вот этих вот learning journeys или треков для развития и обучения. Наше расписание актуальное. Здесь виртуальный магазин наших семинаров, где вы можете найти по коду семинара или по описанию семинара любую информацию о нем, когда он будет проводиться, его содержание. Информация о SAP Blended Learning Academy. Детальная история по сертификации, о том, как это правильно сделать, кому обратиться и сколько это стоит. Ну, и, соответственно, подробная информация о том, как подключиться к нашим семинарам в дистанционном формате на SAP liveclass.ru. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, давайте посмотрим. Если же вопросов нет, тогда, наверное, я готов передать слово следующему выступающему. Ну, вы у нас замыкающие. У нас мероприятие проходит несколько дней. И сегодня первый день. У нас всего два доклада в первый день, чтобы не отнимать в один день много времени у слушателей. Но у меня был такой вопрос. мы знаем, что в конце этого года будет специальный обучающий ивент. ГНР, напомни мне, как он называется. Тебя не слышно? Отмьются, пожалуйста. Включи микрофон. Это технологический форум. Он будет платный. Он называется технологические навыки. И в этом форуме мы хотим включить различные темы, которые могут интересовать слушателей. Он проходил, опять же, на глобальном уровне. У нас сейчас есть такая практика, когда мы что-то интересное проводим, глобалы у нас берут этот опыт. Сейчас мы перенимаем опыт у глобалов. То есть, такой форум проходил. И мы хотим сейчас спросить у вас, как у слушателей, есть ли у вас интерес к каким-то темам. Если есть, то мы вполне можем эти темы включить в наш технологический форум. Вы можете просто в течение вот этих нескольких дней эти темы писать в любом виде. Мы потом их соберем и сможем включить именно так, чтобы не просто так проводить и думать, какие темы могли бы интересны вам, а включить те темы, которые действительно реально нужны. Мне кажется, это очень интересная возможность. Если вы когда-то задумывались о том, что в Саповском форфолио-тренингов не хватает какой-то темы, которая для вас очень актуальна, какой-то очень специфической, очень узкой, на которую у Сапа никогда руки не добираются, потому что нет очень широкого спроса. Вот сейчас тот самый момент, когда вы можете эту тему озвучить, мы с своей стороны постараемся подготовить высокого качества контент и рассказ. И, собственно, в рамках этого семинара, пускай и платного, но его вам предоставить, я думаю, что если мы такую пачку темы интеграционных подберем актуальных, то всем такой продукт будет интересен. Спасибо, Ринат, и мы всегда очень рады с вами сотрудничать. В чатике уже пишут, куда писать предложения. Коллеги, предложения можно писать напрямую Илье Кузнецову или мне. Вот, можно в нашей... Ринат, я помимо сбора предложений предлагаю просто отдельную сессию провести либо на следующей неделе, либо через неделю и где в формате диалога и беседы можно будет их собирать и фильтровать как-то, структурировать, чтобы это не превратилось просто в поток писем, которые я один должен разогрести. Хорошо, давай договорились, тогда делайте заметки на полях, что называется, в течение следующей недели в рамках ПИМОНа мы сделаем тогда отдельную сессию, на котором такой мини-бриншторм организуем и вынесем топ-5 тем, которые наиболее интересны. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое за внимание. Сергей, спасибо. Сергей, ГНС, спасибо вам большое. Спасибо вам. Счастливо, ребята, вам удачи в проведении вашего мероприятия. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока. Ну что ж, коллеги, сегодня, наверное, сегодняшний день мы заканчиваем. Илья, анонсируй, пожалуйста, доклады, которые мы планируем провести в понедельник. Это два доклада. Первый Артем Манищенко из компании IBA Белоруссия XML-SIG XML-Сигнейчу подпись как это делается в PR и в CPI. То есть, одна и та же задача на двух разных платформах. Начнем мы в 12 часов, примерно час на доклад и полчаса сделаем перерыв плюс возможный запас времени. Поэтому, следующий доклад второй, Сергей Федич, кинсап и RPA сервис. Это про роботов, которые собирают данные, прикидываются браузером, и у САП есть теперь такой сервис. Мы его начнем в понедельник в 13.30. Когда закончим, тогда и закончим. Доклады на остальные дни недели я их вышлю в рассылку тем, кто зарегистрировался. Мы примерно мы должны определить время еще одного доклада по всем остальным. Слоты расписаны и вы сегодня в почте увидите, что вас ожидает на следующей неделе. Да, спасибо большое. Ребята, конечно, мы всячески будем вам благодарны за любой вид обратной связи. Можете писать в чате в телеграмме, можете писать в чатик здесь, что можно улучшить, как сделать более комфортным участие в нашей конференции.